Итоговая тестация по немецкому языку с УНК «Горизонт». Меня зовут Мария Ольховик, я ведущий редактор немецкого языка Центра лингвистического образования. Учебно-методический комплект «Горизонт» предназначен для изучения немецкого языка как второго иностранного после английского и ориентирован на европейские уровни языковых компетенций и с самого начала рассчитан на погружение в языковую среду. УНК разработан в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования по иностранным языкам. Данный УНК разработан российскими педагогами-практиками это Александром Евгеньевичем Бажановым и Софией Боминой-Фурмановой а также совместно с зарубежными авторами. При создании данного учебника авторы исходили из актуальных потребностей современного российского общества, которое нацелено на международную интеграцию и высоко ценит выпускников средних общеобразовательных организаций, владеющих иностранными языками, лучше всего двумя иностранными языками. Место в учебном плане данного предмета у нас происходит таким образом, что немецкий язык, второй иностранный язык может изучаться как на базовом, так и на углубленных уровнях. На изучение второго иностранного языка на базовом уровне выделяется 2 часа в неделю, то есть это при 35 учебных неделях и составляет 75 учебных часов в год. На углубленном уровне второй иностранный язык изучается от 3 до 4 часов в неделю. Это зависит от решения общеобразовательных организаций, то есть от вашей школы, и в общем итоге это может составлять 105 или 145 часов в 10-11 классах. Что входит в состав УНК «Горизонты»? Конечно же, входит учебник, рабочая тетрадь. Недавно в сентябре к учебнику 11 класса вышла тетрадь тренажер для подготовки к ЕГЭ. Данные пособия вы можете найти в интернет-магазине издательства просвещения либо в других магазинах, которые непосредственно сотрудничают с нашим издательством. Также входит книга для учителя. Книгу для учителя вы можете скачать бесплатно на нашем сайте. Рабочие программы также вы можете скачать бесплатно на нашем сайте. И аудиокурсы тоже размещены в бесплатном доступе на сайте издательства просвещения. Учебник для 10 класса содержит 16 глав, что в общей сложности обхватывает весь учебный год. Также в 10 классе у нас есть 8 углубленных блоков, то есть разделы для подготовки к государственной аттестации. Также в 10 есть список сильных глаголов, глаголы с предложенным управлением, и в конце находится немецко-русский словарь. В 11 классе у нас уже, вы сейчас на слайде видите разворот 10 класса, то есть то, что я говорила, что учебник содержит 16 глав и 8 блоков. После каждой второй главы находится блок для подготовки к единому государственному экзамену, который называется «Плюфинкс-форберайдер». В 11 классе у нас глав меньше, их 13. В 11 классе 6 блоков для подготовки к единому государственному экзамену. Также данные блоки находятся после каждой второй главы. есть, как и в 10 классе, список глаголов, управление глаголов и словарь. Материалы учебника дополняются и расширяются также упражнениями из рабочей тетради, что, в свою очередь, обеспечивает дифференциацию и автономию обучения. Каждая глава, как вы видите на слайде, содержит разнообразные материалы, как культуроведческого, так и страноведческого характера. Также встречается достаточно большое количество статистик. В каждой главе присутствуют задания, которые призваны побудить учащихся к сравнению реалий стран изучаемого языка и своей родной страны. В начале каждой главы можно встретить... Могу вернуться назад. Размещены планируемые результаты, которые необходимо достигнуть учащимся по изучению каждой главы. Они сформулированы в коммуникативных терминах и адресованы, прежде всего, обучающимся, ученикам. В конце каждой главы помещены задания на самооценку, также справочные материалы, которые обобщают как грамматические, так и лексические темы. Сейчас вы на слайде видите разворот блока Prefungsformer Writing, в котором представлены задания на развитие всех видов речевой деятельности. Это говорение, чтение, аудирование. Данные задания направлены... Задания встречаются на развитие навыков чтения с выборочным пониманием, на развитие навыков аудирования, на развитие навыков чтения вслух. Такие же развороты, как я уже говорила, и представлены в 11 классе, вы можете ознакомиться с ними на слайде. Кроме этого, учебника, как я говорила, входят в состав УМК такие компоненты, как рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь у нас соотносится с учебным материалом учебника. И содержит задания, направленные на тренировку языковых навыков и речевых умений. Она содержит также большое количество заданий творческого характера, а также проектно-ориентированные задания, обеспечивающие перенос сформированных умений в условия реального общения. Все задания в рабочей тетради имеют одинаковую структуру с заданиями в учебнике, с которыми они соотносятся. Задания из рабочей тетради учащиеся могут выполнять как в классе, так и дома. Что касается книги для учителя, то книга для учителя у нас содержит подробную характеристику содержания и структуры УМК, методические рекомендации по организации учебного процесса, ключи к заданиям из рабочей тетради. Также в книге для учителя есть тексты для аудирования. Аудиокурс к учебнику рабочей тетради книги для учителя и контрольным заданиям расположен на сайте. Аудиокурс включает аудиотексты, которые приближены к естественному ситуативному контексту, что позволяет, даже что погружает учащихся в аутентичную коммуникативную среду. Это разворот учебника 10 класса со списком основных и неправильных глаголов. И вот на слайде вы видите, как представлены учебники, а также список глаголов с предложенным управлением и словарь. Работа с УМК «Горизонты» для 10-11 классов предполагает наличие у учащихся всех компонентов УМК. Основой, конечно, для работы на уроке является учебник. В качестве дополнения для разнообразия работы могут привлекаться задания из рабочей тетради. Кроме того, в план некоторых уроков включены задания из раздела для подготовки к ЕГЭ. Но хочу обратить особое внимание, что задания для подготовки к ЕГЭ есть не только в блоках при фунг-сфабе «Райтинг», но также есть отдельные задания, которые подмечены специальным значком, значком ЕГЭ. Данное задание находится в самих главах. Учитель вправе сам выбирать, исходя из цели обучения, какие упражнения он будет использовать на уроке. Также учитель должен исходить обязательно из уровня подготовки учащихся и материально-технических возможностей школы. Учебники серии «Горизонты» обучают всем видам речевой деятельности, то есть в данных учебниках можно найти задания по развитию всех видов речевой деятельности. Сначала мы поговорим с вами об обучении чтению. Огромным плюсом у УНК «Горизонты» является разнообразие аутентичных текстов. Это тексты разных видов и жанров, которые соответствуют возрасту учащихся. Эти тексты также познавательны, но не очень большие по объему. На основе текстового материала предполагается совершение всех видов чтения, то есть чтения с полным пониманием содержания, с пониманием основного содержания и с пониманием выборочной информации. При этом зачастую один и тот же текст сначала читается с пониманием основного содержания, а затем с пониманием детали. Это обеспечивает равномерную тренировку всего спектра умений чтения. Работа над текстами для чтения осуществляется следующим образом. Предтекстовые упражнения нацелены на прогнозирование содержания текста и снятие основных лексических, грамматических и становических трудностей. Послетекстовые упражнения направлены на контроль и понимание текста и также его информационную переработку. Последний этап связан с использованием излеченной информации из текста в продуктивных видах речевой деятельности, то есть это в говорении и письме. Более подробные указания по работе с каждым текстом УНК вы сможете найти в рекомендациях про проведение уроков, то есть в книге для учителя. Что касается обучения аудированию, то прежде всего на обучение данному виду речевой деятельности направлено на обладение умениями понимать речь учителя, понимать речь одноклассников в ходе урока, а также аутентичные тексты соответствующего уровня. Задания на аудирование также делятся на три группы. Это подготовительные, ориентирующие в деятельности и направленные на совершенствование фономатического слуха. Также формирование слуховых образов слов, сочетаний и фраз. Осмысление воспроизведения предложений или частей текста может служить показателем его понимания. Собственно, коммуникативные упражнения в аудировании – это восприятие на слух с целью извлечения содержательной информации. Здесь этапы работы над текстом аналогичные процессы обучения и чтению. Большое внимание следует уделять предварительному снятию трудностей и письменной фиксации части информации в процессе восприятия текста на слух. УНКО «Горизонты» поддерживает формирование последнего умения с соответствующими заданиями. Данные задания вы можете видеть на слайде. Эти задания можно использовать для того, чтобы стимулировать учащихся в использовании, извлеченной из текста информации, как в говорении, так и в письменной речи. Контролирующие упражнения нацелены на проверку понимания прослушанного. Это могут быть тексты на множественные выборы, задания типа «Рихтий фальш» или «Штэть ничтем текст». Можно выделить также три основных вида аудирования. Первый вид – это аудирование с полным пониманием, также аудирование с пониманием основного содержания и с выборочным пониманием. Теперь перейдем к обучению письменной речи. Как мы все знаем, письмо как вид речевой деятельности используется и как цель, и как средство обучения. В качестве последнего обучающийся прибегает к нему довольно часто. При письменном выполнении лексических и грамматических упражнений, при выписывании ключевых фраз и слов, высказывания из текста, при письменной фиксации отдельных слов звучащего текста, при подготовке к устному высказыванию. Эти приемы письма письма учитель традиционно часто использует на уроке, тем самым развивая и совершенствуя их. Однако письму, как, собственно, продуктивному виду речевой деятельности, уделяется подчас недостаточно внимания. С развитием компьютерных технологий письма приобретает все больший удельный вес в естественной коммуникации. То есть, мы используем письмо в социальных сетях, в чате, в твиттере, в контакте. УНК Горизонт дает возможность для владения умениями письма. Учащиеся должны уметь заполнять анкеты, писать письмо, мнение читателя в газету, личное письмо, например, писать протокол ведения проекта, развернутый план доклада. При обучении письму важно главным образом сформулировать коммуникативную задачу, чтобы она была значимой для учащегося. Так, в УНК Горизонт присмотрено написание письма читателя в газету. На основе его можно написать свое, даже напечатать классную газету. Если же необходимо учиться заполнять анкеты, то учащимся можно представить настоящие аутентичные анкеты из интернета или газет. Логика обучению данному виду речевой деятельности письму также имеет трехчастную структуру. Это подготовительные, собственно, коммуникативные и контролирующие задания. В учебнике Горизонты написанию личного письма уделяется особое внимание и оно занимает центральное место, так как данное умение проверяется в ЕГЭ, в едином государственном экзамене. Практически в каждой главе для десятых и одиннадцатых классов представлено задание на написание письма либо представлено письмо, на которое нужно написать ответ. При этом создается, собственно, коммуникативная ситуация переписки. Так, например, в главе 5, в которой десятого класса много материала посвящено путешествию по России, можно создать несколько коммуникативных поводов для ведения переписки. Например, каждый ученик принимает на себя роль путешественника, пишет о своей поездке своему другу, однокласснику, который, в свою очередь, должен ответить на данное письмо. Один из разделов по подготовке к ЕГЭ также посвящен формированию стратегии написания личного письма. Там представлены правила оформления личного письма, так называемые типсы, и даны примерные фразы, клише, речевые клише, которые помогут оформить учащийся правильно его высказывание и оформят элемент данного речевого продукта. Что касается обучения говорению, то, как мы знаем, обучение говорению может быть представлено в двух видах. Это обучение в диалогической форме и обучение в монологической форме. Но есть разные стратегии обучения данным видом. Первый путь это путь снизу, где исходным являются отдельные высказывания на уровне предложения, которое подчинено решению конкретной коммуникативной задачи. В этом случае большой роль играют так называемые речевые образцы, определенные речевые структуры, которые помогают учащимся оформить конкретное речевое действие, характеристику предмета, высказанные сомнения, переспрос, выражение сомнения, побуждение к действию. Такая технология обучения говорению особенно оправдывает себя в процессе формирования сложных форм диалогического и монологического общения. Так, например, это при обучении дискуссии происходит. Представление возможных ситуаций диалогического общения и создания мотивов для овладения соответствующими умениями. Для этого используется достаточно большое количество упражнений из 10-го класса, например, задание 4, где сначала представлено задание, точнее, сначала представлен диалог споров, которые нужно закончить компромиссными вариантом. Это непросто сделать, поэтому учащиеся должны сделать вывод о том, что часто в решении конфликта между двумя сторонами нужен посредник, например, школьный модератор. Активизация уже усвоенных языковых средств и речевых умений, для этого повторяются различные релевантные грамматические конструкции. Кроме того, важные речевые средства предлагаются также в зеленых табличках, которые есть у нас в учебнике. Тренировка и предъявление новых языковых средств. Учащихся ознакомиться с ними с этапами модерирования, читать небольшие тексты, обсуждая их содержание, присваивать новые языковые средства и речевые обороты. Введение ситуации общения и осознание возможных ролей в диалоге и тренировка необходимых речевых структур для введения ситуации и уяснения роли модератора в конфликтах обучающиеся работают над текстами для аудирования, которые предполагают восприятие текста на слух, то есть восприятие текста молодых людей, использующие эту роль в реальной жизни. Также происходит воспроизведение диалога и монолога, учитель должен поставить себя на место носителя языка и оценить высказывания учеников с точки зрения их коммуникативной ценности, адекватности поставленной задачи, правильности реакции на реплики собеседников. Для развития и совершенства умений монологической речи можно широко использовать тексты учебников, реализуя при этом стратегию обучения говорению на основе чтения текста. Текст дает учащимся не только грамматические и лексические средства выражения, но и помогает также оформить содержательную сторону высказывания. Технология фиксации ключевых слов текста и опора на них в своей речи позволяет учащимся разнообразить лексический репертуар и минимизировать стремление так называемого перевода кальки своих мыслей с русского на немецкий. На занятиях часто трудно добиться коммуникативно мотивированного монологического высказывания. наиболее эффективным в этом случае является такой тип как презентация результатов проекта. В 10-11 классах проекты должны носить преимущественно профориентационный характер, что соответствует ведущей деятельности учащихся данного возраста. Также есть второй путь обучения говорения это путь сверху. это путь многократного прослушивания до многократного чтения диалога или полилога. Затем замена некоторых реплик и их частей и в дальнейшем воспроизведение, то есть, например, разыгранное диалога или сценки. Такой путь выбирают в том случае, когда необходимо усвоить речевое поведение в стандартных и распространенных ситуациях общения, например, это может быть заказ в кафе, объяснение маршрута человека, который не знает, как пройти до метро либо для какого-то другого пункта, покупка билета в кассах, в театр, в кино, заказ номера в гостинице, либо заказ еды в ресторане. Часто при разыгрывании сценок учащийся действует эмоционально, но при этом начинает допускать достаточно большое количество лексических и грамматических ошибок. Учитель вправе игнорировать их в том случае, если ошибки не искажают смысл высказывания и не препятствуют коммуникации. Однако, лучше, если учитель будет заботиться о предотвращении подобных ошибок, в этом могут помочь так называемые визуальные опоры, учитель может выписывать на доску ключевые фразы, раздавать различные карточки со сложными лексическими единиц, либо также раздавать в классе иллюстрации, либо социограммы по теме, которые вы будете обсуждать, необходимо обратить особое внимание, что данный способ развития умений говорения на уровне наверное А2+, в большей степени, не используется в случае совершенствования сложных творческих умений, состоящих из разных речевых действий, высказывания и аргументация своего мнения, отстаивание своей точки зрения, любые логические высказания, то есть допустимо учить наизусть большие тексты, а потом воспроизводить их. Также в учебниках УМК Горизонты происходит обучение лексике, формирование лексических навыков играет большую роль в обучении иностранному языку и решает главные задачи, во-первых, это создание мобильного словаря, мобильного словарного запаса, не привязанного к конкретной теме, предотвращение его забывания, использования также в устной и письменной речи в соответствии с целями общения и коммуникативной задачи. Следовательно, именно на решение этих задач направлены приемы обучения лексике в самом общем виде ключевые новые лексические единицы в индивидуальных словарных даже не так ключевые но существует три типа систематизации новых лексических единиц это семантизация лексики ее тренировка на парагматическом и синтагматических уровнях и также применение в коммуникативных ситуациях для решения тех или иных задач общения. В учебниках для 10-11 классов серии горизонты есть несколько ориентиров для выделения активного словаря над которыми должна вести стиль направленная подготовка во-первых это список слов в конце задания для каждой главы в рабочей тетради можно сказать что данный список слов не полон и специально авторы для этого оставляют пустые срочки чтобы учащийся мог довнести туда дополнительные лексические единицы которые ему непонятны которые он не знает и которые бы он хотел использовать в речевой деятельности во-вторых это слова и выражения которые даются в табличках зеленого цвета в тексте главы для использования в процессе обучения коммуникативных задач в-третьих слова и выражения из текстов для чтения аудирования важны для понимания но неизвестны для учащимся эти слова и выражения учащиеся в праве сам в праве определять сам исходя из уровня лексических навыков конкретной языковой группы какие наиболее существуют распространенные методы и приемы работы с лексикой в учебниках серии горизонты во-первых эта симметизация лексики происходит либо при помощи картинок либо при помощи сходства с уже знакомыми словами либо через дефиницию понятия также перевод на русский язык также происходит составление ассоциограмм ментальных карт майндмэп данную карту майндмэп вы можете видеть сейчас на слайде также происходит работа над выстранированием ассоциограмм и классификации слов данная работа может проводиться как в парах так и в группах а также может происходить индивидуально то есть это происходит учащийся работает над домашней работой дома есть некоторые рекомендации это учащимся рекомендуется записывать свои ассоциации на листе бумаги формата А4 чтобы можно было дополнять ассоциограммы всего в процессе всего обучения при на этапе тренировки лексических единиц важно не забывать что нужно тренировать лексические единицы сначала на прагматическом уровне затем на синтематическом уровне а в конце в конце уже в рамках связанного текста при изучении немецкого языка как второго иностранного грамматика является одним из средств формирования иноязычной коммуникативной компетенции при отборе грамматических явлений авторы умка горизонтов опирались на функцию того или иного явления в речи следовательно грамматическое явление изучается в непосредственной связи с тематикой проблематикой головы лексикой и коммуникативными умениями то есть прежде всего это продуктивные коммуникативные явления общая схема работы над грамматикой включает в себя активное участие учащихся в формулировании правил то есть в этом помогает им табличка Дэнкнах которую вы можете наблюдать не только в 10-11 классах но и также данные таблички есть в средней школе в учебниках горизонты для 5-9 классов также необходимо присутствует достаточно количество тренировочных заданий для отработки грамматик происходит применение в главах учебников применение навыков для решения грамматических задач то есть включение грамматического явления в речь при этом учащихся является активным участником процесса познания у него формируются мыслительные операции как анализ синтез сравнение сопоставление более того тщательный анализ грамматического явления со стороны ученика позволяет сознательно его осмыслить и включить в целостную грамматическую систему немецкого языка работа над грамматическим явлением происходит преимущественно в классе дома учащиеся могут сделать тренировочные упражнения особенно это применимо в том случае когда грамматическое явление им уже знакомо и встречается в связи с новой дополнительной темой например глагол лассен в учебниках помимо развития всех видов речевой деятельности как ты уже говорила происходит целенаправленная подготовка к сдаче единого государственного экзамена унка горизонты рассчитан для старшей школы ориентирован прежде всего на формирование уровня развития компетенции B1 а иногда и B1 плюс поскольку достижение данного уровня позволяет сдать ЕГЭ по немецкому языку то система оценения текущих промежуточных итоговых результатов согласуется с форматом государственной итоговой аттестации и направлены на развитие стратегии выполнения заданий ЕГЭ задания в формате ЕГЭ представлены в самих главах помеченных специальным значком и задания в формате ЕГЭ представлены в отдельных блоках это блоков профилс фабрайтинг в учебнике система оценивания и контроля сформированности неязычной коммуникативной компетенции организована следующим образом текущий контроль осуществляется в процессе тренировки и применения коммуникативных умений и языковых навыков поскольку каждое задание позволяет в том числе и применять контролирующую функцию не применять а имеет и также контролирующую функцию при организации промежуточного контроля учитель может опираться с одной стороны на страничку рефлексии доски онлзи которая находится в конце каждой главы а с другой стороны на раздел для подготовки к ЕГЭ при функциональном оборудовании которые содержат задания на контроль умений во всех видах речевой деятельности но хотелось бы также обратить ваше внимание что МК Горизонте планируется дополнить сборником контрольных заданий для 10-11 классов в которых будет достаточное количество упражнений для проведения промежуточного контроля по изученным главам учебников теперь хотелось бы перейти к структуре ЕГЭ ЕГЭ у нас подразделяется на письменную и ушную часть в письменную часть у нас входят такие виды речевой деятельности как и аудирование чтение письмо лексика и грамматика и сейчас непосредственно поговорим о первом этапе это письменная часть и начнем мы с раздела аудирования раздела аудирования содержит три задания одно задание базового уровня с кратким ответом на соответствие второе задание задание повышенного уровня с выбором ответа из трех предложенных его записью, и третье задание – это задание высокого уровня с выбором ответа и тремя предложенных его записью. Первое задание является наиболее простым, третье, соответственно, является самым сложным. За успешное выполнение всех заданий учащийся может получить до 20 баллов. Данные задания представлены в УМК «Горизонты» для 10-й старшей школы. Задание 1 направлено на соответствие между утверждением и небольшим звучащим текстом. Учащийся дважды слушает аудиозапись 6 коротких текстов. Это обычно 6 коротких высказываний информационно-прагматического характера. Учащимся необходимо соотнести эти 6 аудиотекстов с данными в организационном задании и утверждениями. Но не забывая о том, что одно утверждение лишнее. В этом задании проверяется основное содержание звучащего текста. За каждое правильно выполненное соответствие учащие получает 1 балл. Всего он может получить 6 баллов. Какие существуют стратегии по выполнению данных заданий? Первое, на что нужно обратить внимание, чтобы учащийся обязательно до первого прослушивания прочитал все от утверждения, обычно их 7. Подчеркнуть, либо умея, либо при подготовке, подчеркнуть в них, в этих высказаниях ключевые фразы, либо слова. Подумать над различиями, подумать, чем они отличаются друг от друга, хотя, как правило, они близки тематически. Определив ключевые слова, различия между утверждениями, необходимо подумать о синонимах. Обычно в аудиотекстах звучит та же мысль, но данная мысль выражена близкими по смыслу, по значению, но другими словами. Общее содержание аудиотекста и его главная мысль будет перефразироваться в утверждении при помощи синонима. В данном задании не требуется полного понимания аудиотекста, поэтому надо стараться понимать основное содержание по ключевым словам и фразам, не обращать внимания на слова, от которых не зависит общее понимание текста, и не следует пугаться незнакомых слов, и не забывать обязательно о том, что одно утверждение является лишним. Второе задание. В данном задании предлагается прослушать аудиотекст, обычно это беседа, диалог, в стандартных ситуациях повседневного общения. Необходимо определить соответствие предложенных утверждений содержанию текста. Учащийся прослушивает данный аудиотекст два раза. Перед ними в экзаменационном задании представлено 7 утверждений, связанных с данным текстом, который звучит. Необходимо определить, какое утверждение по отношению к прослушанному тексту является верным, какое является неверным, либо о данном утверждении вообще ничего не говорилось в прослушанном тексте. В данном задании проверяется понимание запрашиваемой информации. За каждый правильный ответ учащийся получает 1 балл. На что нужно обращать внимание? Во-первых, нужно посмотреть задание, обязательно прочитать его до первого прослушивания, до аудирования. Не пытаться определить правильный ответ, поскольку ответ полностью зависит от содержания текста. Общие какие-то догадки в этом задании могут только подвести. Однако следует подумать о том, какая информация вам понадобится, например, именно собственное время, цифры, даты, какие-то детали, чтобы определить данные вам в задании утверждения, как верные или неверные, или вообще о котором не говорилось. Как правило, предложенные вам, предложенные учащимся утверждения идут в списке в том же порядке, что и информация в тексте. Поэтому при прослушивании аудиотекста вы можете с учащимся вместе читать утверждения, держать их в поле зрения, а сам порядок исследования может вам помочь. В конце задания могут быть вопросы более общего характера. Отвечая на них, надо обязательно подумать о содержании всего аудиотекста в целом. Во время второго прослушивания необходимо проверять свои ответы. Очень важно понять разницу между вариантом неверной и вариантов в тексте не сказано. Неверное утверждение содержит информацию, противоречивающей аудиотексте. То есть о ней говорилось, но было сказано по-другому. Вариант в тексте не сказано означает, что в аудиотексте вообще ничего не говорилось по данному поводу. Теперь перейдем к заданиям 3. Это обычно у нас задания в ЕГЭ, это 3.9. В данном задании вам понадобится правильный ответ из трех предложенных. Задания 3.9 основаны на одном звучащем тексте. Это может быть интервью, это может быть радиопередача, это может быть репортаж. Дважды звучит аудиозапись текста. Обычно учащимся предлагается 7 вопросов, каждому 3 варианта ответа, из которых только один является верным. В данном задании проверяется полное понимание текста. Полное и, также можно сказать, и детальное понимание текста. Некоторые вопросы могут проверять понимание деталей, и они связаны с конкретными отрезками текста. Другие вопросы могут проверять понимание всего текста, понимание мыслей, и также намерения автора. Как правило, такие вопросы даются последними. Задание на множественный выбор может быть представлено как вопрос с вариантами ответов, и как незаконченное предложение с вариантами концовок. Как и в предыдущем задании, предложенные вопросы обычно идут в том же порядке, что и информация в тексте. Поэтому при прослушивании аудиотекста вы можете глазами следить за вопросами, и сам порядок исследования может также вам помочь. При выборе ответа надо руководствоваться только той информацией, которая дается в аудиотексте, а не тем, что вы предполагаете, о чем вы думаете, потому что обычно это может привести к даче неправильного варианта ответа. Теперь мы перейдем к второму разделу, это раздел «Чтение». Данный раздел также содержит три задания. Одно задание базового уровня сложности с кратким ответом на соответствие, второе задание повышенного уровня сложности с кратким ответом также на соответствие, и третье – это задание высокого уровня сложности с выбором или записью ответа из четырех предложенных. Максимум за успешное выполнение всех заданий в данном разделе учащихся также может получить 20 баллов. В первом задании в разделе «Чтение» учащимся необходимо установить соответствие между текстами и заголовками. Обычно дается семь небольших текстов и восемь заголовков, один из которых является лишним. В данном задании проверяется основное содержание текста, за каждый правильный ответ учащийся также получает один балл, вот в «Часоме» он может получить 7 баллов. На что необходимо обратить внимание? Во-первых, это прочитать изначально все заголовки. Подумать, какое содержание может быть у текста, который соответствует каждому заголовку. Прочитать первый текст, подобрать к нему заголовок. Может показаться, что к нему подойдут 2 или 3 заголовка. Не нужно пугаться. Дальше при выполнении задания будет становиться все яснее и яснее. Дальше необходимо прочитать следующий текст и подобрать к нему заголовок. По мере чтения каждого последующего текста соответствия будут становиться яснее. Если остаются незавершенные вопросы, лучше всего отвлечься от предложенных заголовков и сосредоточиться на самом тексте, прочитать его еще раз, придумать к нему заголовок, сформулировать его тему и потом постараться найти его в списке предложенных. Следующее задание – это задание 11. Это необходимо учащимся заполнить пропуски в тексте соответствующего фрагмента из предложенных. Обычно дается связанный текст, в котором примерно 6 предложений содержат пропуски. Дается 7 фрагментов для ставок, соответственно, один является лишним. Здесь проверяется понимание структурно-смысловых связей текста, потому что вставляемые фрагменты должны соответствовать пропуску и по структуре, и по смыслу. Что необходимо сделать в данном задании? Также, как и в остальных предыдущих, о которых мы говорили, необходимо прочитать сначала текст, понять его общее содержание. Затем необходимо прочитать предложенные вам фрагменты предложений, помнить, что один является лишним, проанализировать, какая часть речи, какой часть речи или каким членом предложения может быть каждый фрагмент, это может быть предаточное предложение, либо группа сказываемых, либо существительное, подумать, что может предшествовать данным структурам, подумать, что может быть после них. Необходимо прочитать первое предложение до пропуска, определить, какая структура, а именно, какая часть предложений или какой член предложения отсутствует. Необходимо обращать особое внимание на то, что необходимо обращать внимание на те слова, которые непосредственно стоят перед пропуском и после него. Попробовать найти нужную структуру в списке предложенных, посмотреть, подходит ли данная структура по смыслу и по содержанию, и грамматически, и лексически. Таким образом, необходимо проработать весь текст. Возможно, будут несколько вариантов, которые будут подходить в один и тот же пропуск. Необходимо проверить свои ответы, не нарушается ли связь, соответствующаяся существительность, глаголом, управление. Особое внимание необходимо уделять союзам, союзным словам, другим элементам, служащие для связи слов в предложении, организации текста и придающим ему логическую завершенность. Следующее задание, это задание, я вам показывала задание на структурное понимание связи в 10 классе. Вот вы можете увидеть типс по выполнению структурных мусловых связей в 11 классе. И теперь мы перейдем к разделу грамматики и лексика. В заданиях в разделе лексика и грамматика также нам предлагается 3 задания. Первое и второе задания, первое и второе задания, это задания с кратким ответом. Третье задание с выбором или с записью одного из четырех предложенных. Задание первое, то есть это обычно задание 19-25, в данном задании проверяется владение грамматическими навыками, дается связанный текст и два небольших связанных, дается связанный текст или два небольших связанных текста с семью пропусками. Для каждого пропуска на той или иной строчке в полях справа дается заглавными буквами слова, от которого учащимся необходимо образовать нужную грамматическую форму, чтобы заполнить пропуск в тексте. За каждый правильный ответ учащийся может получить один балл. Какие бывают полезные советы при выполнении данных заданий? Во-первых, это также необходимо прочитать весь текст, чтобы понять его основной смысл, выяснить, какая часть речи нужна и заполнить пропуск. И заполнить пропуск в предложении. Решить, нужна ли вам форма действительно, например, или страдательного залога, определить, относятся ли действия, выраженные глаголом к настоящему, прошедшему или будущему времени. Помимо глагольных форм в задании часто проверяется множественное число и склонение имен существительных, возможно также сравнение степени имен прилагательных, наречий, порядковые числительные и местоимения разных типов. Следующее задание – это задание базового уровня. В данном задании проверяется владение способами словообразования. Обычно это задание с кратким ответом. Дается связанный текст с шестью пропусками. Для каждого пропуска на той или иной строчке справа на полях заглавными буквами напечатано слово, из которого нужно образовать однокоренное слово, чтобы заполнить пропуск в тексте. За каждый правильный ответ учащий может получить один балл, в общей сложности он может получить шесть баллов. Обязательно необходимо изучить кодификатор раздела грамматики и лексики, потому что произошли некоторые изменения в 2018 году в кодификаторе. Там произошло изменение в наборе по-моему лексических и грамматических явлений. Обратите внимание в кодификаторе на то, какие суффиксы могут использоваться для образования какой части речи, изучить значения суффиксов. Перед тем, как выполнить данное задание, посмотреть текст, чтобы понять его общий смысл, определить, какая часть речи нужна, чтобы заполнить пропуск. Это может быть прилагательное, существительное. Вспомнить суффиксы, используемые для образования данной части речи, которые обычно прописаны, как я уже говорила, в кодификаторе. Если это имя существительное, то нужно определить, поставить его единственным или множественным числе, убедиться в том, убедиться, в каком падеже нужно поставить, и подумать над тем, необходимы ли добавить существительного, существительного и чего окончания. То есть это может быть разный тип склонения имени существительного. А если это имя прилагательное, то проверить также не нужно ли добавление к имени прилагательному окончания. При выполнении третьего задания, это задание повышенного уровня сложности, наиболее сложным в данном разделе является данное задание. Данное задание проверяет, умеете вы использовать слова в связанном тексте, с учетом их смысла, с учетом сочетаемости слов и грамматического оформления. Это текст множественного выбора. Участимся дается обычно связанный текст с семью пропусками. Для каждого пропуска предлагается 4 варианта ответа. За каждый правильно выполненный ответ дается 1 балл, в общей сложности можно получить 7 баллов. Какие типичные ошибки делают учащиеся при выполнении данного типа задания? Это незнание значения слов и неправильное их употребление в контексте, неумение выбрать нужные по контексту синонимы из ряда предложенных, ошибки в лексической сочетаемости и ошибки в грамматической сочетаемости. И теперь раздел 4, раздел письмо, которое содержит 2 задания. Задание 39 базового уровня. У сложности это личное письмо. И задание 40 это задание высокого уровня сложности, письменное высказывание с элементами рассуждения, то есть мое мнение. Максимум за успешность выполнения 2 заданий можно получить 20 баллов. Экзаменуемые часто допускают ошибку в том, что они не понимают формата задания, не умеют представить полный и точный ответ на запрашиваемую информацию в тексте, не умеют запросить информацию в соответствии с коммуникативной задачей, допускают ошибки в оформлении и организации текста, обычно это по написанию письма, то есть ошибки в написании адреса, даты, подписи, прощания. И завершающие фразы ошибки также часто встречаются, то есть происходит отсутствие логической связи. Между абзацами в тексте происходит нарушение логики. Также допускают языковые ошибки, то есть это неправильные видовременные формы глаголов, неправильный порядок слов в вопросах, неправильное употребление предлогов, артиклей и несоблюдение, как самая частая ошибка, это несоблюдение требований по объему письма. Как необходимо считать слова в личном письме? При определении соответствующего объема представленной работы вышесказанным требованием считаются все слова с первого слова по последнее, включая также вспомогательные глаголы, предлоги, артикли и частицы. В личном письме адрес дата подпись также считается. При этом краткие формы, такие как, например, гипц, макс и тому подобные считаются как одно слово. Числительные, выраженные цифрами, например, 2009 год и тому подобные считаются как одно слово. Числительные, выраженные цифрами вместе с условными обзначениями, процентами тоже считают, например, проценты тоже считаются как одно слово. Числительные, выраженные словами, как одно слово. Сложные слова, например, такие как email, tv-зендинг и тому подобные тоже считаются как одно слово. Сокращение считается как одно слово. Отделяемые приставки считаются одним словом с глаголом. То есть приставка это часть глагола. Но даже в тех случаях, когда мы приставку встанем в конце предложения, все равно считается одним словом. Что необходимо делать учащимся, если превышен объем? Необходимо свернуть дату, то есть указать дату только числами. Проверить вступление. Возможно, учащийся мог дать подряд две ссылки на контакты предыдущие. Например, В данном случае достаточно одной фразы. Зачем делать два предложения, если можно уменьшить? Также можно для уменьшения объема дать более краткую завершающую фразу и ссылку. Зачеркнуть один-два прилагательных. Зачеркнуть отдельные слова либо предложения, которые не несут существенно значимой информации и являются избыточными. Второе задание в разделе «Письмо» это задание 40. Обычно там дается учащимся необходимо создать развернутое письменное высказание с элементами рассуждения. То есть это мое мнение по предложенной теме. Требуемый объем от 200 до 250 слов. Выполнение этого задания оценивается с точки зрения решения коммуникативной задачи, содержания, организации текста, лексики, грамматики и орфографии, также и пунктуации. За успешное выполнение данного задания учащиеся могут забрать максимум 14 баллов. Теперь перейдем это также о задании сорокового учебника 10 класса. Это задание сорокового учебника, точнее типсы по выполнению задания сорокового, то есть рекомендации в учебнике 11 класса. И теперь мы перейдем к разделу 5, это раздел «Устная часть». Данный раздел экзамена содержит у нас 4 задания. Первое задание базового уровня сложности, то есть чтение текста вслух. Задание второе, это задание также базового уровня сложности. Это обычно является, обычно в данном задании у нас условный диалог распрос представлен. Задание третье, также задание базового уровня сложности, описание фотографии. И задание 4, высокого уровня сложности, сравнение двух фотографий. Максимум за успешное выполнение данного раздела, всего раздела за 4 задания, учащийся может получить до 20 баллов. Полезные советы, которые могут помочь учащимся при выполнении данных заданий, это при соблюдении первого задания, это чтение вслух, соблюдать долготку и краткость гласных, помнить, что перед прочтением необходимо произвести его сегментацию, то есть разделить текстно-смысловые отрезки, акцентные группы и синтагмы, определить ударные слоги и ранжировать их по смысловой значимости. Нужно обратить особое внимание на текст, если это эмоционально-нейтральный текст, то он читается с нисходящим движением тона. Главный выделенный слог находится, как правило, в конце предложения и произносится с нисходящим движением тона, обычный глагол, но не всегда, иногда и существительное. Восходящее движение тона характерно для общих вопросов, то есть вопросительные предложения без вопросительного слова. Кроме того, такое движение тона также является признаком вежливости. Какие типичные ошибки есть при выполнении и существуют при выполнении первого типа задания? Это несоблюдение долготы и краткости гласных, отсутствие твердого приступа у гласных и в начале слова и морфим, неверная сегментация при чтении текста, недостаточно контрастного ударения, неверное мелодическое оформление фраз и отсутствие аспирации при произнесении глухих согласных. При выполнении второго задания, данное задание это базовый уровень сложности, фонодиалог, расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотографию, проверяется следующее умение диалогической речи. необходимо осуществить запрос информации, то есть задать пять прямых вопросов, обратиться за разъяснениями, необходимо точно и правильно употреблять языковые средства при оформлении высказываний. Каждый из заданных вопросов оценивается по шкале от нуля до одного балла. Если вопрос задан и существуют у вас грамматические и лексические и фонетические погрешности, но данные погрешности не мешают восприятию вопроса, то учащийся может получить один балл. То есть если коммуникация состоялась, учащийся получает один балл. Если вопрос не задан или задан с фонетическими и лексическими погрешностями, ошибками, искажающими его смысл, содержание, то и происходит сбои коммуникации, то учащийся получает ноль баллов. Необходимо помнить при выполнении данного задания, что на каждый вопрос есть всего лишь 20 секунд. Не нужно делать никакого вступления, никакого заключения. Необходимо сразу задавать вопросы. Лучше всего задавать прямые вопросы, обращая внимание на порядок слов в вопросительных предложениях разных типов. Не повторять один и тот же вопрос несколько раз. Каждый вопрос задается только один раз. А если учащийся пытает задать вопрос несколько раз по какому-либо пункту, надеясь, что он получит дополнительный балл, и либо он окажется верным, то эксперт будет оценивать только лишь последнюю версию заданного вопроса. Если учащийся допустил ошибку в вопросе, необходимо исправить ее и дать правильный ответ, но помнить, что также оценится только последний вариант вопроса. Правильный он или неправильный. Обращать внимание на слова-подсказки, которые есть в задании, и не забывать об особенностях интонации в вопросительных предложениях в немецком языке. Задание 3. Задание базового уровня сложности. Описание выбранной одной из трех предложенных картинок. Это задание проверяет умение учащихся строить монологическое высказывание в заданном объеме. В контексте заданной коммуникативной ситуации данное задание оценивается по трем критериям. Первое – это решение коммуникативной задачи, то есть содержание учащихся может получить 3 балла. Организация устного высказывания, за которое учащийся может получить 2 балла. И языковое оформление высказывания, за которое тоже учащийся может получить 2 балла. То есть в общей сложности за правильно выполненное данное задание учащиеся может получить 3 балла. Во время подготовки к данному заданию необходимо внимательно прочитать инструкцию к данному заданию, выбрать для описания одну из трех предложенных фотографий, ту, по которой у вас есть наиболее больший словарный запас, подумать, что вы можете сказать по каждому пункту, подумать над ключевыми словами, над ключевыми фразами, и не забывать о том, что на время подготовки учащихся есть, у ученика есть всего лишь полтора минуты. Во время выполнения задания нужно строго придерживаться плану, который предложен в задании. Можно начать с технической фразы Ich habe das Foto Nummer eins, zwei oder drei gewählt. Затем произнести одну-две вступительные фразы, уместные в данной ситуации общения, которые вы будете говорить о той фотографии, которую вы будете показывать другу. Раскрыть содержание каждого пункта в двух-трех развернутых фразах. Для описания того, как расположены люди или предметы на фотографии, необходимо использовать ключевые клише, которые можно с учеником выучить, такие как im bordergrund, im hintergrund, links, rechts. Для описания действий, изображенных на фотографии, также лучше всего использовать настоящее время, время presence. Использовать разнообразную лексику для описания сюжета, запечатленного на фотографии. Завершая описание фотографии, используя такие фразы, как Gefällt dir das Foto? Findest du auch, dass das Foto mir gelungen ist? Завершая свой ответ, необходимо произнести ключевую фразу обязательно. Das ist alles, was ich dir über das Foto erzählen wollte. Oder ich meine, dass du nächstes Mal mitfahren musst. Oder du sollst auch mal den Kuchen backen? Помните также, что при выполнении задания, данное задание ограничено, нужно сказать от 12 до 15 фраз, после выполнения задания, самое главное, не забыть проверить качество записи. Бывали такие случаи, что учащийся говорил, выполнял данное задание, но по каким-то техническим причинам не произошла запись, и учащийся получил 0 баллов. Хотя по камерам, потом ученик подал на пиляцию, по камерам мы проверили, и увидели, что да, ребенок отвечал, ребенок говорил, но произошел сбой, какой-то технический сбой. Обязательно надо проверять свою аудиозапись. Также сейчас поговорим о четвертом типе задания. К сожалению, у меня нету слайда. Это задание высокого уровня сложности, сравнить двух картинок. Это вот как раз оно и было, я ошиблась о трех фотографиях. Это данный слайд. Остановлюсь, чтобы вы его посмотрели. Задание четвертое, это задание высокого уровня сложности, сравнение двух фотографий на основе предложенного плана, составление аналогического тематического высказывания. В данном задании проверяется также умение строить высказывания в заданном объеме, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей, тематически фотографии в данном задании, они различаются, то есть представлены различные ситуации в социально-бытовой, социально-культурной, социально-трудовых сферах общения. Они строятся на изучаемой в школе тематики, то есть их специально подбирают, чтобы они соответствовали изучаемой в школе тематики. Задание четыре сложнее задания три и требует более высокого уровня владения устной речью. В этом задании нужно не просто писать картинку, как это предлагается в задании три, а сопоставить и сравнить. Данное задание оценивается аналитически по тем же трем критериям, что и задание три. Какие есть полезные советы и стратегии выполнения задания четыре, это необходимо внимательно прочитать текст заранее, обращая особо внимание на выделенные элементы содержания, ограничители пункта плана, объем монолога. Обязательно необходимо раскрыть все пункты, построить высказания в соответствии с данным планом, при подготовке подумать над ключевыми фразами, клише по каждому пункту, кратко описать содержание картинок, выделить общие черты, не более двух, выделить различия, не более одного, дать развернутую аргументацию в последнем пункте «почему?» и избегать избыточной информации, которая не обозначена в плане. Существует большое количество ошибок, типичных ошибок при выполнении данного задания. Первое – это учащиеся не сравнивают, а просто описывают две фотографии. Они не выделяют общие и отличительные черты характеристик. Также дают всего лишь по одной фразе на каждый пункт плана. Это недостаточно. Они не высказывают свои предпочтения, забывают об этом. Не сформулируют вступительные и заключительные фразы. Не используют речевые клише, демонстрирующие процесс рассуждения и сравнения картинок. А также допускают в ответе достаточное количество фонетических и лексико-грамматических ошибок. Если с учащимся подготавливаться к данным типам задания и следовать всем советам, и избегать типичных ошибок, то можно достичь высокого уровня и получить максимальное количество баллов при сдаче единого государственного экзамена. Все типы заданий, я уже показала вам на слайдах, представлены в учебниках УНК «Горизонт» из нашей школы. Что касается того, где можно приобрести данные УНК, данные УНК можно приобрести в интернет-магазине издательства просвещения, то есть вы заходите на сайт www.post.ru, заходите в раздел «Интернет-магазин», набираете во вкладке «Немецкий язык», либо набираете автора, либо набираете еще какие-то другие ключевые фразы, такой класс, и находите необходимые учебники, либо тетради, которые есть в интернет-магазине издательства просвещения. Помимо учебников и рабочих тетрадей, в интернет-магазине также у нас есть электронная форма учебных пособий, ЭФУ. ЭФУ стоит всего, если я не ошибаюсь, 94 рубля. ЭФУ также можно приобрести не только в интернет-магазине, но и на платформе. Если у вас планшет, то необходимо в приложении, если это iOS, то Apple, Apple Market, а если это Samsung или еще что-то, то Play Market, найти приложение «Учебники просвещения» и выбрать интересующие вас учебники, и также можно купить лицензию на один учебник. Тоже она там стоит 94 рубля. Учебники также можно приобрести в интернет-магазинах, непосредственно которые сотрудничают с издательством просвещения. Это Azon.ru, это Labyrinth.ru, и также можно приобрести учебники издательства просвещения в книжном магазине «Узнайка» на Дмитровском шоссе. Если у вас будут возникать какие-то вопросы, по ОМК серии «Горизонты», по ОМК серии «Вундеркинды плюс», по ОМК «БИМ», либо ОМК обычной «Вундеркинды», просим вас писать на почту Центра лингвистического образования, либо звонить по телефону, не забывать о добавочных, либо также вы можете обращаться к заведующей редакции немецкого языка Центра лингвистического образования, это Лариса Владимировна Гейкина. Мы всегда отвечаем на все заданные вопросы. Если вас что-то интересует, пишите. Будем рады любому вопросу. Спасибо за внимание. Там вопросы есть? Ну все. Хотелось бы поздравить вас с наступающим Новым годом. Этот год был очень для нас, по крайней мере, очень трудным, очень многограммным. Хотелось бы пожелать вам самое главное крепкого здоровья, успехов, терпения, чтобы у вас все получалось, чтобы в 2018 году было больше радости, счастья. Смотрите вебинары с издательством просвещения, покупайте наши пособия и принимайте активное участие в вебинарах. Спасибо большое за внимание и всего доброго. Продолжение следует...